Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то такое, что с барского плеча оставляют официантам, заправщикам, полотерам и прочим почтальонам. Ты вообще не соображаешь, о чем говоришь. Эти люди пашут как проклятые. Это тяжелый труд. И в Макдональдсе тяжело, но там чаевых никто не дает. Водители такси, а это, если кто не знает, звучит гордо, чаевыми обычно хвастаются только в двух случаях. Если сумма превышает стоимость заказа, иногда многократно, или наоборот, она очень смешная, рубли с копейками. Время от времени в чатах появляются фотографии с купюрами в 5000-1000, там, хотя бы 500 рублей. Ну, а кто-то, наоборот, постит скриншот, пользователь поблагодарил вас за поездку и оставил 2 рубля 34 копейки чаевых. Чаевые рассматривают либо как повод для радости и зависти, либо, наоборот, для горькой иронии. Мало кто пытается просуммировать все чаевые, скажем, за месяц, чтобы понять, какой процент они составляют от вашего заработка. Мало кто пытается задуматься над тем, чтобы как-то увеличить суммы чаевых. Сегодня в своем телеграмме я разместил опрос на тему, что такое чаевые. Посмотрите, как распределились голоса на момент записи ролика. Подавляющее большинство водителей считает чаевые приятным бонусом, а вот далее мнения разделились. Позиции чаевые тоже деньги придерживаются. Вторая по численности группа респондентов. Кто-то считает чаевые такой мелочью, что лучше бы уж пассажиры оставляли их при себе. Нашлись те, кого чаевые оскорбляют, и те, кому чай иногда перекрывал дневной заработок. Вряд ли кто-то из вас задумывался над тем, как увеличить свой заработок именно за счет чаевых. Бытует мнение, что ради этого нужно как-то по-особенному угождать пассажирам. Всячески их облизывать, присмыкаться и вообще вести себя противоестественно, попирая гордое звание водителя такси. Превращаясь из капитана сухопутного корабля в простого халдея. А кто такой водитель такси вообще? Некоторые сограждане считают, что работать таксистом – самая простая работа на свете. Знай себе, крути баранку, дави педали и посматривай в навигатор. Если вы с этим согласны, то работа таксиста не для вас. Водитель такси, прежде всего, это спутник пассажира на все время поездки. Водитель такси должен уметь быстро, безопасно и с комфортом доставить пассажира из точки А в точку Б. А значит, он не просто должен уметь управлять автомобилем и знать город. Водитель такси должен быть хорошим слушателем, если надо, собеседником, сатириком, юмористом, нянькой для малыша или даже психологом, который чувствует настроение пассажира. И это называется профессионализм. Таксист, в отличие от водителя трамвая, автобуса или машиниста в метро, работает в тесном контакте с людьми. Он не отделен от них глухой перегородкой. Как правильно сказал один из запрошенных, чаевые – это знак повышенной благодарности. Работайте так, чтобы люди были вам благодарны. Не нужно стелиться перед пассажиром. Не нужно унижаться или как-то выпрашивать чаевые. Просто чувствуйте ситуацию. А ну пошел нахуй из моего такси! Пошел! Дам вам несколько подсказок вот на своем личном опыте. Прежде всего, видите машину плавно. Самое неприятное для пассажира – это резкие маневры из стороны в сторону, когда его вот так вот мотает. Ну и клевки при торможении. То есть ускоряться можно бодро, а вот подкатывать к стоп-линии нужно как электричка к перрону. Также я заметил, что лучше проехать там по небольшому дефекту асфальта колесом, чем резко его обрулить. Потому что легкий вертикальный тычок пассажир переносит куда проще, чем болтанка влево-вправо. Я никогда не начинаю разговор первым. Лучший сценарий для офисного планктона или кассира пятерочки, который после долгого рабочего дня едет в такси – это когда водитель поздоровался, молча в тишине отвез и в конце поездки попрощался. Лезть с разговорами о погоде к человеку, который за день уже наговорился до блевоты – это совсем некомфортно для человека. Ровно противоположный случай тоже можно и нужно распознать. Слово охотливого пассажира видно сразу. Ну, достаточно поддерживать беседу на заданную им тему и чаевые обеспечены. Одобрительных кивков, глядя на дорогу и угуканий в такт повествования пассажиров вполне достаточно для создания иллюзий полного включения в диалог. А дежурные фразы «тут вы абсолютно правы» или «я тоже так думаю один раз в 10 минут» и вовсе возносят вас на пьедестал лучшего собеседника этого дня. Иногда чаевые оставляют те пассажиры, которые начинают поездку с конфликта. Ввалившиеся после долгого ожидания машины и поиска вас на парковке в супермаркете тело, недовольное со словами «у вас тут не такси, а хер знает что, машину не вызвать, дорого и вообще приезжайте не туда, куда указано», обычно ожидает в ответ агрессию или оправдание. Я же наоборот, сходу соглашаюсь с его доводами и добавляю пару гневных замечаний в адрес сервиса уже со своей, так сказать, водительской стороны. Далее отмечаю, что такие понимающие суть проблемы и зрящие в пырень пассажиры встречаются редко, что он получается с водителями на одной волне, и только за это я готов его обнять и плакать. И в половине случаев такой пассажир недовольный изначально оставляет чаевые. Другими словами, будьте профессионалами, выполняйте свою работу так, как будто вы везете самого себя в качестве пассажира. То есть делайте ровно то, за что вы сами оставили бы чаевые, и вы удивитесь результату. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok